Завершаются обсуждения стратегии развития Десногорска на дискуссионных площадках, формирования стратегии социально-экономического развития города до 2030 года. В настоящее время в многоквартирных домах проходят общие собрания жильцов, подавших заявку на благоустройство придомовых территорий. Поскольку собрание проходит в форме очно-заочной, низкая явка отражала очную составляющую этого собрания, и продолжается у нас до конца месяца заочная форма этого собрания в виде голосования бюллетенями. Бюллетени собственникам вручены по квартирным обходам, и для удобства собственников по голосованию в подъездах этих домов, в которых проходит голосование, размещены ящики специальные МУК ККП для приема бюллетеней по голосованию. Эти меры должны позволить собственникам проявить свое волеизъявление относительно будущего их придомовых территорий. И аналогичным образом собрание у нас планируется провести и на других домах, которые изъявили желание участвовать в проекте «Комфортная среда» в 2018 году. Инженерные системы городских коммунальных сетей работают в штатном режиме. Припаркованные во дворах автомобили мешают уборке и вывозу снега. Учреждения культуры готовятся к празднованию Дня защитника Отечества. 22 февраля мы приглашаем всех на возложение цветов венков «Курган Славы» с 10 до 12. 22 февраля в 17.00 в Центре культуры и молодежной политики праздничный концерт «Служу тебе, страна родная». 23 февраля мы приглашаем на туристический лыжный марафон 100 километров за 24 часа, посвященный памяти Екатерины и Юрии Ширяевых. Ученики начальных классов ушли на дополнительные каникулы. С 19 февраля начались дополнительные каникулы для первоклассников, которые продлятся до 25 февраля. Сейчас у нас проходят в образовательных учреждениях мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. 23 и 24 февраля ветеринарная служба города будет работать в обычном режиме. КОНЕЦ